Это генератор на микросхеме NE555. В этом видео мы затронем не только общие характеристики этой платы, а также некоторые недочеты, которые допустили производители, а также рекомендации, как их исправить. Если лень паять схему на дискретной микросхеме, то можно использовать вот такие генераторы. Но есть определенные тонкости использования этих плат. Во-первых, китайские производители очень часто упрощают схему. И там получаются ошибки. Во-вторых, не всегда параметры, которые там заявлены, соответствуют действительности. И чтобы они соответствовали, нужно поменять некоторые детали. Допустим, частотные диапазоны, чтобы соответствовали тем, которые выставлены на сайте, нужно заменить несколько конденсаторов. Но это, конечно, не критично. Диапазоны у них, как правило, перекрываются. А как переключаются диапазоны? Вот здесь, видите, на плате есть перемычка и 4 положения. Переставляя эту перемычку, можно выбрать частотный диапазон. В поле притечен другой недочет, допущенный в этой схеме. Если посмотрим на оригинальную схему, там седьмой вывод соединен через вот этот подстроечный резистор с плюсом. Давайте теперь посмотрим на внутреннюю схему этой микросхемы. И к седьмому выводу подключен внутренний транзистор. Эмиттер этого транзистора, как видите, подключен к общему проводу. А коллектор получается через седьмой вывод микросхемы вот этому подстроечному резистору. И если мы его ползунок гоним вверх к плюсовому проводу, получается, мы транзистор замыкаем на плюс. А по паспорту там должно быть сопротивление, желательно, около 1 кОм. Хотя реально работать начинает от 200 Ом. Исправить это, конечно, можно, но есть некоторые сложности. Вот нужно с нижней стороны вот эту вот дорожку. Вот она идет от этого подстроечного резистора. И идет к плюсовому выводу микросхемы четвертый вывод это и к электролитическому конденсатору. Нужно вот до вот этой точки соединительной к ножке микросхемы перерезать, зачистить и упаять сюда СМД сопротивление. Примерно Ом на 300-400. И тогда вы можете спокойно этот подстроечный резистор гонять от одного крайнего положения к другому. Если этого не делать, то желательно до конца вот эту сторону его не докручивать. Ну а так, довольно неплохая плата. За те деньги, которые она стоит, особенно на Алиэкспресс. Я их также периодически использую, даже без передела, когда лень что-то паять самому на микросхемах. Здесь также в плате присутствует светодиод, который на низкой частоте будет мигать. Диапазон питающих напряжений довольно широк. От 4,5 В до 16. Плата универсальна. Также можно выпаять вот эти два резистора. Вместо них впаять переменное сопротивление на 10 кОм. И использовать его как мини-стационарный генератор прямоугольных импульсов. Там сразу же можно будет и подпаять это сопротивление на 300 Ом. Подключается эта плата также довольно легко. В нее вот есть три пина, которым подключается общий провод минусовой, питание плюсовой провод и выход сигнала.